В Северском районе продолжаются сходы граждан. 21 ноября о результатах работы за 9 месяцев 2019 года отчитался глава Ильского городского поселения Николай Головко. Одно из главных направлений в деятельности местной администрации – благоустройство. За отчетный период поселения обустроено 6 тротуаров общей протяженностью свыше 2,5 километра. Отсыпаны и отгрейдированы улицы, нарезаны новые дороги в районе новостроек. Для создания безопасного досуга детей в поселении установили три игровые спортивные площадки. В планах администрации Ильского городского поселения – ремонт дорог, замена водопроводной сети и другие насущные вопросы. После отчета главы жителей Ильского смогли задать свои вопросы представителям власти и руководителям служб и ведомств муниципалитета. В основном они касались благоустройства газоводоснабжения. Улица Паркизанская, Жестьянникова Надежда Ивановна. У меня вопрос к вам. Когда у нас сделают тротуар по нашей улице от улицы Мира до улицы Длинной, мы уже добиваемся уже несколько лет, около пяти лет мы добиваемся, чтобы нам сделали тротуар. Наша улица примыкает к улице Мира и в часы пик с 17 часов до 19 часов у нас наша улица превращается в федеральную трассу. Уже ведутся переговоры с нашим депутатом ЗСК Андреем Александровичем Куемжиевым. И я надеюсь, что средства ЗСК в пределах двух-трех миллионов для того, чтобы был хороший, качественный тротуар, будут выделены. Мы ему постоянно напоминаем, мы и будем с участниками, софинансированием. Надеюсь, этот вопрос мы закроем. На встрече затронули проблему начисления платы за коммунальные услуги. Счет прислали мне за газ за октябрь. 3190 рублей. То есть не топили, ни горячей воды не было, ничего не было. А счет уже прислали. А у нас их 50 таких домов. Торек издал приказ, два дробь 2012 НП от 31 августа 2012 года, где указано, что независимо от того, что сезон начинается с 15 числа, мы обязаны начислять с 1 октября по 30 апреля, как вот сейчас уважаемый наш ветеран заметил. И мы вот этот вопрос сейчас блудируем, потому что народ, честно говоря, он платит ни за что. У нас получается месяц как минимум они должны платить за то, что они не получают услуги. Но это не только проблема, как говорится, наша. Это ихняя. И я буду обращаться, наверное, к вам, потому что это везде такое. Страдают люди. Мы со своей стороны делаем все, что можем. Все проблемы, озвученные на сходе, взяты на контроль для их дальнейшего решения. Завершилась встреча торжественным награждением жителей Ильского, внесших неоценимый вклад в жизнь своего поселения.